друзья всем привет у нас все необычное начало видео в музее детском музее я не знаю как это назвать я когда сходил запарковался семья ушла я пришел покупаю билет они говорят мы тебя не можем пустить то один ребенка мало ли что пришел нам пришлось выйти и показать я кого-то там я тебе звоню звоню естественно и она увидела что я вас увидел и мы приехали с лиза с никитой и а куда они уже делись вот и захватили их друзей четвером короче четверо детей здесь в этом музее спонсоры компания местный джек энерджи это тот кто электричество нам поставляет мы этой компании употребляем электричество и платье дальше будет призма хэлс это госпиталь больница здесь целый комплекс пабликс пришли в супермаркет универмага а вот эти корзинки эти корзинки сейчас лиза будет снастей делать шопинг шопоголики это сериал типа дать лечение салат помидоры огурцы и затем тестом кукурузный хлопья девчонки смотрите что здесь есть нельзя достать как настоящее передумали убрали все и положили два яблока листы зеленая взяла до вот там игровая площадка крутая на улице там просто супер но я не знаю уже жарковато и я предлагаю детям сходить на ничего не хотят может попозже сходим опять сыру брала ну что-то это опять двое яблоко скромно скромно типа настоящий мясо не нужно навалили урожай девчонкам что на диете лиска его убрала вон там сейчас я покажу какое здесь мясо они веганы убрали решили не есть мясо он рыбка смотри как лежит хорошо пары как а тортики видела до тортик там конечно супер ски передумала на все отказалась от веганства алиса перелиза и и убеждает проверю мальчиков пакет продуктовый набор дайте посмотрите мальчишки набирают консервы верит хочу в вашей банке у тебя в большой банке что оригинал они так называют молоко на это мальчиков гляньте об этом овощи на тут слишком много мяса иди возьми для стирки взяли смотри в очереди выстрелись на кассу кто из вас будет кассиром а кто покупателем из вас тут один должен быть кассиром а кто-то покупателем а есть какая-нибудь разница между тем что девчонки набрали и мальчишки есть разница девчонки для стирки взяли видишь мальчишки даже не подумали а девчонки взяли для стирки жидкость просто значит хозяйки а мальчишки напитков набрали побольше лизочка хоть вегетарианку поиграет на самом деле самый большой любитель мяса хоть поиграет вегетарианку так давай считай как настоящая касса смотрите салат положили так банана бананы это фрукты нажимай фрукты фрукты бананы еще один добавляй все правильно сейчас у нас дети здесь научатся работать в супермаркете на кассе кто-то учится работать кассирами а кто-то учится быть покупателем никита мне кажется ты нашел свое призвание у тебя хорошо получается а а а а а а как это если супермаркет я все что ты купил нужно положить на место до дека гигантский лифт гигантский лифт который когда-либо видела это рассчитан на 1 класса на целое да и сюда часто приезжают вместе это со школ приезжают кто-нибудь из вас приезжал сюда со школой вы в этот планетары ездили да да настя вы ездили в планетаре когда с лизой вместе тоже да здесь тоже недалеко есть планетарий даже несколько училок еще поместится смотрите размеры и высота и мы рискнули еще не очень жарко даже на солнце не очень жарко на улице хорошо вот здесь вот такие вот шины наваленные и можно как лабиринт какой-то там внутри по-моему и не так жарко а мне кажется ну не 40 же вот а вот там конечно игровая площадка суперская в руселике второе лето и здесь 35-36 максимум ну а в прошлом году даже мне кажется 35-36 не было в этом как-то году побольше пожарче говорят что аномально жарко а так обычно здесь 30 максимум юг мишлен да мишлен смотрите то есть это спонсор вот этого всего мишлен и они пишут историю там этого мишлена это как реклама для детей то получается они пришли поиграли в призмы хелс а здесь много рекламы здесь пабликс здесь призма хелс пабликс магазин супермаркет они были мишлен да и получается что они вот спонсируют но тем самым голую в детский откладывают рекламу с самого детства чтобы они знали что это за бренд да и дети уже знают они поиграли вот здесь да и что мишлен это значит хороший дал колеса поиграть за региона она катаются влагу влагу распыляет ты говоришь да как такой туманчик а то есть дети если запарились можно выйти и сейчас будет шум в этом в камере а а а а да получается классно дети вот они по этой запарились на игровой площадке подошли охладились здорово все для детей сделано нашего нужно заняли очередь на карусели сейчас мы расскажем небольшую историю его помнишь как мы познакомились с настей с декабом и с его папой прошлом году школьная паре было перед школам перед школой возле церкви там устраивают всегда какие-то комьюнити это на другой стороне нашего места жительства лигу от нас мы решили а я не помню откуда мы узнали мамочка откуда-то разузнала мы поехали и там в столовой на столовый долл в итоге раздавали бесплатно шли и осматриваемся нету места где присесть и женя утрой папа насти у нас куда подозвал он нас узнал видимо ну он позвал садитесь вид что мы ищем ну и что самое интересное оказалось что они штаты вашингтон первое второе незадолго до этого они переехали переехали так же как и мы что называется не глядя потом они оказывается живут вообще в минутах езды от нас а мы встретились с ними вообще там где-то до живут близко от нас да сейчас ходят в одни школы на потом мы выяснили что они одинакового возраста джейкоб с никитой настя с лизой потом выяснили что они в один в одни школы ходят лиза снасти в одном холле учится не в одном классе но каждую переменку они длинные переменки не прошлом учебном году когда в этом году возможно не знаю или они в одном классе потому что разная волокремешивают класс вот мы я сильно прям надеюсь чтобы лиза была с настей в одной школе ой в одном классе джейкоб с никиты в разных грейдах но в одной школе но еще со что самое интересное такое совпадение до встретиться в америке на другом конце конце это америке да мы уехали встретить людей из вашингтона русскоязычных недалеко живущих от нас но самое интересное что ты понимаешь о чем я говорю то что они козловы а мы капустины я вообще шоке все боятся главе не укладывается как можно встретиться в америке ой ребенок улетел как можно встретиться как можно встретиться в америке уехать до куда-то из такие фамилии да и теперь это наши дети дружат надежды капустины и козловы но вообще лиза говорит что они с настей в школе прикалываются охлаждает для уже мокрые уже мокрые там как-то водичка подается знак спидлими 40 ограничение скорости 40 миль в час так ну что у нас 15 августа начинается школу уже все последние деньги поэтому мы решили с детьми наконец выгулять выгулять и да они будут помимо мексикой не но они сами не хотят на улице для них как-то жирковато но и спатья не жили тоже на озеро только ездили летом и утром ранним на ферму когда еще прохладно вот такую жару дети не очень сильно любят гулять смотри какая игровая площадка крутая таких площадок нет игровых просто вот в парках в обычных бесплатных на сооружение такое там очень интересно внутри он лежит а здесь игровые площадки в парках тоже за счет спонсоров делать да 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 у нас вот рядом парк кто там спонсор макдональдс да по нам тоже полно потом мобильная связь какая-то да все это огорожено ведь и посторонние сюда не могут пройти вову не впустили без детей то есть что мужику здесь делать высоко как залазит я думала будет жарко не вон они охладились чуть и нормально да смотрите вот такие вот типа как легкие нажимаешь на кнопку и как будто ты в тряпочку вот это отдыхаешь и потом она сверху летает это значит выдохнуло показаны как легкие работают ребята там легких застряли классное выражение в легких застряли а девчонки в желудок ушли короче здесь как все работает так интересно смотрите написано монстр желудок на самом деле классный вот это музей здесь смотрите как работают органы здесь вообще можно про все узнать сердце там вот нажимаешь кнопки показано какая часть мозга за что отвечает нормально и поиграться можно и развлекаться да ну давай показывай как у тебя так а здесь надо обувь снимать не знаете вот товарищи идут идите гляньте где девчонки туда залезли конечно музей классный их здесь два таких детских музеев в гринвилле и спартанбурге вот этот получше такое получается называется музей но это больше развлекательная какой-то центр для детей с таким с учебным наклоном познавать получается картинки можно какие-то делать из разных цветов такая светящаяся стена написано что руки на цене с санитайзером обрабатывать чтобы заразоваться станет рядом здесь картинка пожалуйста кладите сюда все вещи которые нужно простерилизовать обеззаразить вот то есть если ты болеешь чихнул на что-то ну или просто там что-то сюда нужно уплазить здесь операцию можно мишки делают на кости его разобрать учат никакие органы здесь смотрите униформы медицинская руки ныть настоящий госпиталь призмы это здесь самый такой большой госпиталь здесь в этой эре это типа скорая помощь пришли в мир водных развлечений но здесь такие чисто научные опыты ставить чтобы дети понимали законы воды на самом деле здесь очень мокрая как бы не подскользнуться здесь кораблики можно пускать он мельница разные эти эксперименты делать ой-ой-ой-ой-ой ух ты близко сильно у нас по кене тоже был наподобие такой музей мобиус вот это мне кажется круче намного надпись нужно быть ответственным и уважительным быть добрым к музею и к другим еще написано что музей не отвечает за сохранность детей так все мы ушли такой музей даже снаружи есть развлекалово для детей все сейчас поедем заедем за пиццей поедем в парк покушаем пиццу парке где-нибудь посетим такой вот гринвилл это центр города ну как это не совсем центр но близко к центру где-то папа запарковался нам здесь очень нравится в гринвилле декабь тебе нравится в гринвилле ага да классно смотрите какие огромные деревья деревья за что я люблю вот это место здесь все топает в зелени здесь вот сейчас тепло на улице и влажно классно а вот музей искусства так ну что друзья мы уже в парке заехали в костка купили пиццу вот ведь уже что осталось поели вкусные такая костовская пицца мы купили две вторая поехала домой к сони коле ну и папа там тоже покушает а я с детьми здесь в парке взяли еще кока-колу такое мы это не часто пьем не ругайтесь на нас так иногда детям радость позволяем уже поели попили и дети побежали на этот сплэшпэд это как поплескаться фонтанчики такая площадка детская вот сейчас на улице жарковато в тени нормально они сейчас там охладятся и будет супер из-за распаковки вентилятор у меня спасает в эту погоду вообще суперски просто смотрите он включен сейчас дует зарядки надолго хватает здесь три режима смотрите сильнее и в жару просто класс так вот этот парк про который много раз уже говорила этот парк рядом с которым мы живем посмотрите вообще никого нет лето до каникулы по идее должен просто кипеть этот людьми парк никого нет вообще не на игровой площадке но жарковато может быть но вот этот сплэшпэд там же ведь можно намочиться дети сейчас все станут мокренькие охладятся покажу какая здесь площадочка классная видите такая огороженная заборчиком эти вечером она закрывается на замок вот эта красота уже все мокрые несколько назад ушли уже все мокрые везет вам я то что хочу голову что ли намочить хорошо ведь только не упадите не подскользнитесь пожалуйста а кстати кита домой уже уехал ногу подвернул уже дома скамеечки чтобы родители могли посидеть есть в тенечке есть не в тенечке там тенек есть классно еще суперский парк такой поэтому когда ездим соло снимаем дома поблизости здесь и говорим что парк вот этот рядом хорош это вот этот парк здесь все есть все что нужно он огромный парк этот ну и бесплатно естественно смотрите если дырочки одни это зажимаете то другие выше льются да эти фонтанчики кстати настя и декаб могут говорить на трех языках вы свободно же разговариваете до нас вы свободно на всех этих языках разговаривать английские русские украинские правильно одинаково английский проще всего да а вы дома декабы на английском разговаривать с собой а мама не ругается дети скажите как на английском я люблю ходить в школу а как на украинском я люблю школу на английском ноябрь окей а на украинском снимаем наш прекрасный парк дети побежали на качели они уже быстро так обсохли посидели еще там за столиком сейчас обсохли расскажу новости у нас зрители ноги интересуются когда школа когда мы будем готовиться короче школа у нас 15 августа начинается нашем именно дистрикте в нашем вот тут районе и да у всех одинаково 15 августа 11 по моему числа начнутся в школах встречи с учителями мы пойдем по это естественно в каждую школу с каждым учителем знакомиться и у нас новость такая прислали сегодня сообщение что оказывается никита все-таки у нас зачислен в класс для одаренных как-то talented and gifted kids это талантливые одаренные дети как качается когда мокрые на жаре не так плохо поэтому у нас никита пойдет в класс и там было как-то написано что будет мульти эйдж то есть несколько возрастов дети 3 и 4 класс одновременно то есть у нас никита 2 класса идет в класс 3 дробь 4 не знаю как все это будет как все это будет происходить кстати башни все время почему-то закрыта мы хотим так на нее попасть но она почему-то закрыта жарко волосы еще мокрые скажи какой-то такая лазилка качается у нас такая же в спаке не было на но устойчиво было здесь почему-то труба то ли так положено то ли она раскачалась этого шатается и вся ноут если вы качнуть шатается смотрите как и скажем что это нормально да но внутри не веревка столб качается я вот это имею ввиду я думаю что его об если это было ненормально его починили бы все-таки я не думаю что он упадет уже так это под испугалась лиза с баночкой с напитком дико туда самой высоты залазишь да молодец нагулялись даже пицца домой осталось еще мокренькие чуть пиццу не уронила clubhouse в парке здесь по субботам чипсы здесь по субботам там спортивные поля игры проходят и вот эти вот открытый буфет и фудкорты можно купить еду и здесь поесть здесь очень много людей по субботам среда на каникулах теряешься какой день да не важно каждый день одинаковый наше такси подано сейчас поедем разъезжаться по домам такси подано так ну что давай еще немножко про школу поговорим расскажем нашим зрителям наверняка многим интересно как мы уже вам раньше рассказывали то что на школе его определили в специальный класс он называется для талантливых одаренных людей для детей gift and talent и вот получается что коля предстоящий год будет учиться в таком классе что там и как будет мы пока еще не знаем мы с этим никогда не сталкивались да и но и мы на стриме помнишь говорили что я уверена я видела результаты теста у никиты кстати сейчас покажу как этот тест выглядит я колен кстати то есть не видела результата кольного теста это вот никите нам прислали как вот это вот называется сам тест это делают не на знание в школе как не на школьных знаниях да наверное это как-то способности проверяет ребенка видимо не просто какие-то знания какие-то нестандартные ситуации мне было сказано что знание не проверяется количество знаний а проверяется способности ребенка воспринимать учебный материал и узнавать все новое вот это и они какие-то специальные тесты проводили я не знаю как это все выглядело никита пытала пытала он мне так и не объяснил в общем то здесь было несколько тестов вот видите да четыре оценки стоит в одной графе и четыре оценки в другой вот было verbal правильно произносится да это словами нужно было объяснить ситуацию какую-то там вот числами и что такое контент этих я не знаю короче я вообще ничего не понимаю как это сдавалось и вот у никита это и только вот такой 90 96 99 98 оценки и 100 но общий общий 98 несмотря на то что вырвала вот это словесное в него еще как бы хромал когда-то в предыдущем стриме мы упомянулись мамочкам о том что никита сдавал этот тест но у нас были какие-то сомнения хотя мы бы хотели чтобы вы определили в этот класс но мы сомневались что никита пройдет из-за того что у него на наш взгляд не хватало английского нет просто он вот этот тест сдавал прошлой осенью год назад и на тот момент после пандемии он не ходил в школу у него английский был слабенький но тем не менее с плохим английским но вот сейчас он умудрился сдать так почему-то вот только сейчас нам дали результаты этих тестов и нам пришло письмо о том что никита тоже попал в такой класс да чему мы сейчас вот это вот ведем разговор чему мы были прям сильно удивлен да мы получили мы прям вот в начале а вообще должны были начали лета прислать а они в начале учебного года прислали постоянно спит фактом что никита в таком же классе тоже будет давайте сейчас вот почитаем его и раз прислали вот такое письмо она на английском дороге от директора школы никитиной дорогие родители вы должны уже получить письмо красненькое какое-то добро пожаловать в школу в эту карточка даже со школы прийти чтобы нам с инструкциями что дальше делать но мы такое не получаем дальше что написано ваш ребенок был записан в третий четвертый тут написано сразу и в третий в четвертый класс как дроид мы не знаем gifted and talented класс вот этот джитти он называется класс тут дальше пишется как вы знаете мы переживаем очень сильное разрастание учеников ну школа разрастается в том плане что за последний вот год приехали сюда громадное количество людей этой осенью чтобы удовлетворить потребности нашего вот этого нашей местности микрорайона вот этот ну рядом вокруг и не требуется еще 16 класс румов 16 кабинетов представляете как приросло за год получается что на следующий учебный год на 23 24 учебный год им требуется 16 новых класс румов классных комнат кабинетов но и там написано что этой осенью они начнут стройку возле школы там рядом пристраивать дополнительно к они будут строить и дальше они тут пишут что школа должна как-то подстраиваться под эту ситуацию потому что здание есть два года школа только два года назад построена два года назад построена и уже сейчас она не вмещает всех и они будут что-то делать что-то придумывать как мы пока не знаем в холлах может быть сажать и дополнительно какие-то там будут просто какие-то временные стены ставить или что ну что-то вот придумывать так дальше имена учителей никитинах теперь у никита будет два классных руководителя получается да да два классных руководителя и в классе будут двух возрастов 3 3 клашки четверо один будет social стадии штутку сошел стать как история а второй математика и санец науки и дальше нам директор пишет если по какой-то причине вы не хотите чтобы ваш ребенок ходил этот класс напишите мне а я все устрою ты вот можете представить как это все будет нет нет ни малейшего представления потому что с покинем и с этим не сталкивались а теперь получается мы с этим столкнулись и с колей и с никитой получается будем понимать как это будет дальше может быть кто-то из наших зрителей здесь так разъясняет как это будет происходить вот допустим если никита будет не будет справляться он может перейти в обычный класс правильно так понимаю да я думаю что они настолько тщательно его протестировали чтобы они как бы уверены что он там вот если он скажет там взрослые дети мне тяжело я не хочу и прям запсихует и все и и откажется в школу ходить если так я думаю верну просто в обычные да и по окончании 3 4 класса получается что он должен будет уже соответствующий класс другой такой же перейти тоже с более ускоренной программы с более сложной правильно иначе тогда зачем вы наверное единственное что мне не понятно если он в класс 3 4 сейчас попадает он за год эту программу пройдет за 3 4 класс либо он в следующем году тоже будет в таком же 3 4 но уже на четвертом уровне вот это мне не понятно я тоже нет это непонятно поэтому будем держать зрители в курсе мы впервые с таким сталкиваемся и у коли тоже то же самое нам полная непонятка коля прям даже как-то это немножко подобиделся что его без его этого ведома в какой-то класс определили это его не и за класс он обиделся за того что в том классе не будет его друзей а ну да ему важно что у нас главная новость что пишет что никиту подстегнула радоваться этой новости то что никитин друг с которым он учился и очень они сблизились они прям он наш тоже он по-русски разговаривали на русскоязычная семья его тоже перевели в этот класс они будут вместе то есть они два друга учились в классе лучше всех учились их выделять их выделяли и они говорили между собой на русском их переводят в этот класс и вдвоем им будет легче никиту очень обрадовался ты нос да и он когда вчера ему сказала про это он сначала как-то так слабо отреагировал что он будет в специальном классе а когда он узнал что нет будет с ним он прыгал ура я хочу в школу быстрее быстрее счет мы немножко прочитали про этот тест больше тут написано больше информации про никитин цифры вот эти которые дал показать показатели до его сразу вот эти результаты его сравнивали по всей nation по всей америке по всем 50 штатам от 7 до 10 лет возраст детей которых тестировали его тест сравнивали с теми результатами и он вошел видимо в самый верх его результат 98 процентов и вот здесь написано что от одного до девяти оценка было и вот у никиты все девятки и только словесная восемь но мы уже говорили что он по-английски помнишь ну как начале года на пандемии снова в онлайн учился чем-то мучился это было смешно вопросу тупо сидел и пялился в этот экран и ничего не понимал и все время отвлекал да и он с таким английским он на восемь стал так ну что будем наверное зрители держать в курсе да это в том же нам самим очень интересно что и как будет в этом учебном году потому что очень много мы видим перемен и то что коля с никитой будут специальных классах и плюсов учебное время теперь у кого-то из детей раньше у кого-то больше и все это будет я пока еще не знаю как мы будем возить как мы будем забирать будут ли у нас школьные автобусы в этом в этот раз или все будет хуже чем в прошлом учебном году поэтому мы тоже находимся в неком напряжении сейчас вот про это вот все да следующее видео у нас тоже будет посвящено уже школе потому что мы сейчас все в этом процессе но как только у нас что-то будет новым и опять будем об этом вас держать в курсе рассказывать съемки делать да но дальше мы будем готовить детей к школе закупки мы вам покажем что сможем покажем этого наверное будет поменьше в этом году потому что у нас и дети не хотят сниматься и там кстати списки интересные там у сони вообще списков нет пока еще да у никита вообще очень простой поэтому ладно но это в следующем видео на этом у нас все всем всего доброго пока всем пока